Это рубрика «Культурный министр», и мы с вами находимся в Челябинском государственном театре оперы и балета. Именно здесь готовится к постановке опера «Паяц». Ее довольно давно не было в нашем репертуаре. Это одна из самых известных итальянских опер, где можно увидеть все – любовь, страсть, измену, убийство. И давайте посмотрим, как это получается у наших актеров. Синьоры, синьоры, скусатели, сеносольми презента, полноу. Простите, простите, извините, сейчас тоже самое начнем. Мы впервые работаем с творческой группой из Ростова. Это и режиссер, и художник-постановщик, и поэтому особо любопытно, как же это у них получится. Захотели сделать такую бытовую драму, настоящую, которая была бы интересна сейчас современному зрителю. Мы не стали переодевать все в современные костюмы, мы, тем не менее, перенесли чуть-чуть поближе к нам. Это где-то середина 20 века. Мы используем два вида проекции. Одна из них идет на суперзанавес, так называемый, который висит перед основным занавесом, и на заднике сцены. То есть мы имеем такой, скажем, живой, в кавычках, задник с пейзажем, с небом, который все время шевелится, с морем, который все время тоже с ним что-то происходит. Это премьера не единственное событие в Челябинском театре оперы и балета. Еще одно грандиозное событие – это приезд Большого театра. Большой театр впервые в Челябинской области, и это стало возможным благодаря подписанию соглашения между губернатором Борисом Дубровским и директором Большого театра Владимиром Урином. Большой театр порадует нас оперой Джакома Пучини «Богема». 17 и 18 октября министр культуры рекомендует. Редактор субтитров А.Семкин